Привет-привет! Мы снова на Computex и теперь возле одного из самых крупных стендов или даже самого крупного, который конечно же принадлежит компании ASUS. И сейчас будем смотреть на то, что мы не увидели на презентации и заодно в более приличной обстановке с хорошим освещением. Посмотрим еще раз на некоторые вещи, которые показывали вчера и позавчера. В прошлом году на Computex мы видели модели ноутбуков SCAR и Hero Edition. В этом году появились обновленные модели SCAR 2 и Hero 2. Тут очень важно не перепутать. Если вы видите вот такие блики, вам кажется, что это на видео бликуют ноутбуки. На самом деле нет. У SCAR нанесен такой вот камуфляж, а у Hero полосочки, которые такое впечатление создают. Кроме того, здесь вот еще светодиоды, показывающие местонахождение и работу антенн. В продажных вариантах, естественно, таких штук не будет. Это сугубо для выставки. Обе модели построены на чипах от Intel 8-го поколения Coffee Lake. Это или i7-8750H, или i5-8300H. 15,6 дюйма, Full HD, 144 Гц. Единственное отличие, SCAR может иметь еще версию с 60 Гц. Памяти до 32 ГБ. Что еще про них можно сказать? Они, в принципе, легкие. 2,4 кг. Достаточно тонкие. Набор портов у них одинаковый. Стандартная видеокарта для этих моделей GTX 1060. Но SCAR Edition может иметь еще модификацию с 1070. А если вам нужен настоящий убойный блок питания, то ASUS для вас сделала новую модель мощностью 1200 Вт. Но у вас будет без ручки. Сорян. Модель называется Tor. У нее есть индикатор, в реальном времени показывающий потребление системы. Ну и, естественно, модная нынче подсветка с Aura Sync. Когда-то давно была мода на коврике с USB-подключением и подсветкой RGB. И вот она вернулась. ASUS выпустила коврик Balthus в двух модификациях. Первая более простая, в нем только подсветка. Во второй версии есть еще модуль для беспроводной зарядки Qi. То есть можно заряжать смартфон, но нельзя заряжать мышку. Для подключения мышки или какой-либо другой периферии есть USB-постру. А это новая гарнитура ROG Delta Type-C. Из названия понятно, что подключается она с помощью интерфейса Type-C, но не переживайте, в комплекте есть переходник на обычный USB-порт. Гарнитура очень удобная, очень мягкие амбушюры. Можно продавать не только как звуковое устройство, а какую-то штуку для релаксации. Очень приятно даже руками мять амбушюры. Очень мягкий материал. Плюс у нее есть подсветка. Вот такая вот офигительная RGB-подсветка. Микрофон отсоединяемый с гибкой ножкой и фиксируемым положением. И еще внутри, наверное, самая главная фишка, установлен ЦАП, который обрабатывает звук в четырех диапазонах от 20 до 40 тысяч герц. Думаю, стоить будет как самолет, конечно, но очень прикольная штука. А это часы VivoWatch BP. Их показывали еще вчера на презентации, но там было темно и неуютно. Поэтому сегодня в более спокойной обстановке мы на них посмотрим и все расскажем. Это фитнес-трекер, смарт-часы с функцией измерения давления. Да, дизайн у них немного не гиковский. Все потому, что слишком много датчиков. Сзади к руке прилегает пульсометр. Спереди есть такой металлический, напоминающий кнопку-кружок. Это электрокардиографический датчик. Есть еще фотоплетизмографический, если я правильно произношу это слово. В общем, измерять давление эту штуку очень точно. Собственно, измерить давление достаточно просто. Разблокируем сенсорный экран, долистываем до режима измерения и прикладываем палец вот к этому датчику. Понадобится где-то секунд 15-20 для того, чтобы часы определили давление. Вся информация, которую получают часы, синхронизируется с приложением для смартфона. Вся история измерений, все находится здесь. Здесь же количество пройденных шагов, расстояние и даже некоторые советы по улучшению здоровья. Всей этой информацией можно делиться даже там с личным врачом, например. Плюс в часах есть GPS-трекер, поэтому можно смотреть, где находится бабушка или дедушка, которые ушли гулять и у которых проблемы со здоровьем. Надеюсь, понимаете, для кого это будет неплохой подарок на день рождения. Еще в самом конце вчерашней презентации показали некий концепт, который называется Project Precox. Это ноутбук, трансформер с двумя экранами. Выглядит фантастически, но потрогать его пока что нельзя. Обещают готовность в 2019 году. У него несколько режимов применения. Можно работать, играть с кем-то, поделив экран на двоих или читать книгу, скажем. Ну, как бумажную, только нельзя перелистывать. На самом деле на стенде Asus их тут два. Один Republic of Gamer, второй более общего характера. Очень много всяких устройств, которые можно ходить, наверное, часами. Мы собрали самое интересное. Надеюсь, вам это все понравилось, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ждите обязательно. Мы идем дальше по выставке, смотреть, что еще можно снять.